Советская семейная политика является очень интересным случаем для исследователей, поскольку показывает уникальный опыт политики государства в отношении строительства нормативной модели семьи. Государство является тем значимым актором, экономическим, политическим, символическим, который концентрирует в своих руках ресурсы определенные и делает некий заказ, формулирует достаточно четко заказ своим гражданам, а какую бы семью это государство хотело бы иметь в идеале, какую модель семьи она будет поддерживать и какое, собственно, родительство она будет стимулировать. И когда говорят о советской семейной политике, обычно исследователи выделяют условно, очень схематично три этапа. Эти этапы в первую очередь отличаются видением государства, то, какую семью он хотел бы создать. Период 20-х годов и начало 30-х годов, да, это период таких очень сильных социальных преобразований в обществе. И семья была приватной сферой, была той сферой, той областью, где проводились очень кардинальные, очень революционные эксперименты по построению новых отношений. В 17-м году мужчины и женщины уравниваются в правах. В 20-м году Россия одна из первых стран, которая легализует аборт. Государство пыталось построить новую форму семейных отношений. Эта форма семейных отношений не обязательно должна была быть юридически закреплена. Вот эти случаи совместного ведения хозяйства, они также в спорных ситуациях развода, раздела имущества, они даже рассматривались как раздел семейного хозяйства. Было достаточно сильно либерализировано законодательство о разводах. Если мы вспомним с вами Остапа Бендера, который получил открытку из Старсгородского ЗАГСа, что с такого-то момента он перестает быть супругом гражданки Грицацуевой, то это как раз показывает ту практику бракоразводных процессов, которая сложилась в результате Кодекса о браке и семье 1926 года. В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. Согласен на развод. Что еще было изменено и было принципиально иным по сравнению с тем, что было в дореволюционной России? Были уравнены в правах дети, рожденные вне брака, и дети, чьи родители состояли в зарегистрированных отношениях. Идея советского государства на тот период, проводящего семейную политику, заключалась в том, что приоритетом является общественное воспитание, что государство является и становится, выступает самым главным и лучшим родителем. И поэтому неважно, собственно, состоят ли родители в браке, выполняют ли они в полной мере свои функции, декларировалось представление о том, что советские дети — это дети вот этого нового государства, и, собственно, никто как государство лучше их и не воспитает. Это период, когда большое внимание уделялось выстраиванию вот этой инфраструктуры, заботы о детях. Государство не рассматривало мужчин с точки зрения их семейных и отцовских функций. Они их интересовали в первую очередь как строители социализма, как защитники отечества и прочие вещи. И, соответственно, в предвоенный период, начиная с 30-х годов, разворачивается кампания по сокращению, в первую очередь, репродуктивных прав женщин. Аборт перестает быть легальным, и, соответственно, женщине вменяется не только занятость в общественном секторе, но еще и материнство. Второй этап середины 30-х по середину 50-х годов советской семейной политики характеризуется как традиционалистский откат. Эксперименты, которые происходили в сфере гендерных семейных отношений в предыдущие годы, были закончены. В фокусе внимания государства стала находиться традиционная, в смысле зарегистрированная семья, имеющая детей. При этом, как уже отмечались, материнство, собственно, не являлось добровольным выбором женщин. Материнство становилось одной из обязанностей женщин как особой категории граждан. В этот период государство достаточно жестко регламентировало приватную жизнь своих граждан. В этот же период, когда был запрещен гомосексуализм, была введена уголовная ответственность за это, была достаточно серьезно ужесточена процедура развода. Случай Остапа Бендера с открыткой, которую он получил из Старгородского ЗАГСа, уже не могла существовать по определению. Процедура развода могла быть исключительно очной. И более того, она включала два этапа. На первом этапе делалось объявление в местной газете о том, что супруги собираются разводиться. Потом им давалось время на то, чтобы решить их разногласия. В процессе примирения участвовали достаточно активно партийные и советские органы. И если конфликт невозможно было урегулировать, то это дело заканчивалось разводом. Указ от 8 июля 1944 года еще больше ужесточил семейную политику советского государства, которая была ориентирована на нормализацию брачно-репродуктивного поведения граждан. Что это значит? Была введена категория матерей-одиночек. Таким образом, этот этап закрепил вот этот альянс между женщиной и государством, когда женщины рассматривали в качестве основного защитника и партнера государства, которое заменило отца. И, соответственно, позднесоветский период, так условно, сюда мы достаточно большой промежуток времени включаем, это середина 50-х, середина 80-х, собственно, до момента того, как Советский Союз перестал существовать. Этот период связан с либерализацией семейного законодательства, с реабилитацией частной сферы и, соответственно, с отменой многих сталинских законов. В частности, была существенным образом упрощена процедура развода. Мы видим ее такую, как сейчас у нас она есть. В этот период складывается основной пакет тех пособий, которые государство выплачивает семьям с детьми. Увеличивается продолжительность декретного отпуска, увеличивается продолжительность отпуска по уходу за ребенком. И, собственно, к концу, к середине 80-х годов складывается вот та система, которую мы знаем и в современной России. Наследие советского гендерного порядка достаточно велико, и мы не можем его игнорировать. И заключается оно вот в этой этократичности гендерных отношений, когда государство является главным заказчиком. Женщины биологизируются и рассматриваются в первую очередь как матери и работницы. И, собственно, то, что отцовство не является достаточно важной сферой для самореализации мужчин. Не потому что они не хотели бы заниматься воспитанием своих детей, а потому что структурные условия и политика государства не стимулируют большую включенность, ответственность в заботу о детях. Мысли ее, в первую очередь, в категориях экономического долга. Субтитры создавал DimaTorzok